Приехали Бейлокаменко. У нас есть желание. Быстро, когда будет. Не забудь мне напомнить. Крайний поворот. Как со стороны ридера. Надо будет нам снять улицу. Для нашего подписчика из Гермарии. Виктор, большой привет. Всем здравствуйте. Это у нас дорога от Белокаменки в Сенегорье. Громотуха, там база отдыха есть. Не хотел рекламировать, но провела замечательный медовый спас. Ма-ла-дец. Праздник такой. Итак, 24 сентября в истории. Особо знаменательных исторических событий в этот день не наблюдается. Хотя есть там некоторые. Но самое интересное, что дни в истории бывают или богаты очень на дни рождений. Соответственно, смерти. Ну, смерти, я считаю, это второе пережитение человека. Или практически нет. Но я имею в виду известных людей. Такое впечатление, что дни для гениев и известных людей предначертаны. Магия чисел. Ну, это мое личное мнение. Итак, дорога в тумане. Туман это тоже мистическое явление. Человек не знает, что ждет его буквально через несколько часов, через несколько минут. Или как в дороге, точно так же. То есть, двигаться в жизни нужно так же, как и в тумане. Осторожно. День рождения Григория Александровича Потемкина Таврического. Пришло в значение выражения «потемкинские деревни». Были выделены деньги на освоение Крыма. Деньги были разворованы. И в результате были сделаны фальш деревни. И такое выражение осталось на века. А также это день рождений актеров и актрис Игоря Юсиловича, Натальи Аринбасаровой, поэтессы Ларисы Рубальской. И в 1911 году родился Константин Устинович Черненко, который был после Брежнева сразу же всего лишь год. А потом всего год был Андропов. Председателем Президиума Верховного Света СССР. Ну, это как сейчас президент. Но самое интересное, что годы Верховной Власти человека, оказывается, не украшают. И здоровья не прибавляют. Потому что он умер 74 года. А выглядел как 90-летний старик. И Брежнев, кстати, тоже. И Андропов, кстати, тоже. Поэтому все, кто стремится к Верховной Власти, расплата будет. В 1990 году Горбачеву даны чрезвычайные полномочия для перехода к рыночной экономике. И вот в 1990-е год я помню хорошо. Еще ничего не предвещало. Но в 1991 году нам перестали платить зарплату в Институте Касмир. Во-первых, это Институт изучения Каспийского моря. Замечательный. Там очень много было замечательных ученых. Поддерживали численность осетровых научным способом. И как только этот институт практически накрылся, там он сейчас, не знаю, в каких там, наверное, финансовых, меркантильных интересах кого-то содержится, так и накрылись сразу же и осетровых. Осетровые сейчас в Каспийском море это редкость. Хотя на рынке, конечно, они есть. Браконьерские они есть. Ну, искусственно выращенные они тоже есть, слава Богу. Но такого количества осетрины до 1990 года. В 1990 году я еще ходил в Каспийское море. Еще раз напомню, работал в динамике численности осетровых моря. И когда мы по квадратам на Каспии траллили водные участки, то осетровых в огромном многообразии. То есть это и белуга, и севрюга, и осетр, и стерлядь. Вы не представляете, сколько наш невод вытаскивал. Мы ее измеряли, мы ее взвешивали, мы ее просматривали и, естественно, отпускали обратно в море. Таким образом, по формулам мы перечисляли численность осетровых в данном квадрате и в данном ареале. Но перестали платить зарплату. Потом через три месяца я устроился на форелевое хозяйство, уже переехал в Казахстан. Тоже перестали платить зарплату. Такое впечатление было, что... Ну, это была такая диверсия, ребята, это вы не представляете. Естественно, так как я был молодой, энергичный, способный, то, естественно, я себе работу находил буквально, не знаю, в течение одного дня. То есть, если я чувствовал, что зарплату не платят, больше трех-пяти дней я нигде не работал. И в течение этих трех дней я находил работу и у меня даже потом... Ну, тогда было такое условие, надо было переводом переоформляться, чтобы не потерять трудовой стаж или пенсионный стаж, так называемый. Да, не дай бог забуду, сейчас тоже же день в истории значительный. Происходит референдумы в областях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Ну, результат, естественно, будет тот, в котором никто не сомневается. Ну, а самое главное, считаю, событие, то, что 24 сентября 1996 года умер. Ну, я считаю, замечательный, талантливый работник, ну, как бы, да, НКВД, но, тем не менее, это был замечательный разведчик Павел Анатольевич Судоплатов, который участвовал в устранении Евгения Коновальца, сотрудника ООН Украины, и Льва Троцкого. Ну, Льва Троцкого, наверное, все мы знаем, обязательно должны были устранить, так как он очень много знал про Иосифа Виссарионовича, про участие его в экспроприации банковских почтовых карет. Только после смерти, в 1998 году, Судоплатова реабилитировали и вернули ему все награды и звание генерал-лейтенанта. И все, в принципе, у него складывалось хорошо в его карьере, но ровно до смерти Сталина. После смерти Сталина, когда расстреляли Берию, то был, естественно, арестован и Судоплатов, потому что он работал непосредственно под руководством Берии. И ядерный проект, который начался в 43-м году, первый год, естественно, курировал Берия, но он как курировал, все делал первый год Судоплатов. А потом по докладам Судоплатова Берия докладывал, естественно, Сталину. И все первые работы по разведке, по агитуре, первые чертежи, первые разговоры с Эйнштейном, как ни странно, с Нильсом Бором и с другими ведущими физиками, ядерщиками, которые, естественно, участвовали в этом проекте, были санкционированы Судоплатовым. И ядерный щит, которым владеет, извиняюсь за выражение, сейчас Россия, а прежде Советский Союз, в этом, естественно, есть огромнейшая его заслуга. В 53-м году он был арестован и отсидел, я считаю, ни в чем не повинный человек. Если он выполнял какие-то приказы по ликвидации Михоэлса, то, естественно, это было не по своей инициативе сделано. Отсидел 15 лет.